Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как проходит поэтапный переход бизнеса на онлайн-кассы? Что изменится для потребителя при внедрении умных касс? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Заместитель начальника контрольного отдела Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Дмитрий Станутин. Мы в прямом эфире. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что послужило основанием для таких перемен, для внедрения вот этих онлайн-касс? Какая была предыстория? Ну, вкратце, да. Ситуация такая, что вот этот законопроект, точнее уже закон подписанный, он готовился около четырех лет, был опробирован на ряде субъектов Российской Федерации, где так называемый пилотный проект проходил, был признан успешным. Помимо всего прочего, это является положительный опыт других стран, в том числе страны Восточной Европы, страны-соседи по СНГ, это Казахстан, Азербайджан, Украина, Белоруссия, Казахстан, я уже сказал, там с 2014 года даже они работают, Южная Корея работает по аналогичному принципу. И вот, для примера, одновременно с нами такая страна, как Республика Чехия, тоже переходит на кассу онлайн. — Наверное, все негативные, позитивные моменты были изучены. Вот давайте начнем с того, что разберемся, что нужно предпринимателю для того, чтобы установить эту кассу, куда идти, с чего начинать и какие сроки вообще установки. — Ну, ситуация такая, что на самом деле сроков для большей части предпринимателей уже остается не так много, потому что указанный закон был подписан, вступил в силу 15 июля 2016 года. С этого периода, скажем так, начался подготовительный этап, постепенный переход налогоплательщиков на новый порядок введения расчетов с использованием онлайн-касс. Условно говоря, первая волна налогоплательщиков, которая уже не сможет использовать кассы старого образца, она наступит 1 июля текущего года. С этого момента налогоплательщики не смогут встать расчет с применением кассы старого образца. Есть отсрочка для ряда категорий, это единый налог на умененный доход, патентная система и в сфере услуг, кто работает. Вот для них отсрочка до 1 июля 2018 года, то есть еще будет год для того, чтобы перейти на кассы, либо в случае, если они вообще не применяли их, либо, если у них касса старого образца, но тут тоже надо учитывать, что касса старого образца тоже имеет свой срок действия. Как только истечет ЭКЛЗ, так называемый, они не смогут на этой кассе работать. Поэтому каждому налогоплательщику в мире, скажем так, своей категории, либо сейчас, либо на следующий год, надо понимать, что планово надо к этому подойти, либо вот уже, либо через год. Понятно. А что касается территории и масштабов, все должны, все районы, города и регионы. Ситуация следующая. И регионы перейти на. Я понял вопрос. Вот как вы сказали, опыт был, конечно, изучен, но вы представляете опыт той же Южной Кореи или опыт, пускай соседней республики Казахстан, тем не менее Российская Федерация, очень большая территория. И, конечно же, законопроект, который разрабатывался, и закон подписан, и все это учел. На текущий момент могут не применять, скажем так, выгрузку онлайн, то есть кассы нового братца в любом случае каждый должен будет приобрести, либо сейчас, 1 июля, либо на следующий год по спецрежиму. Но есть оговорки. То есть можно не выгружать онлайн в тех случаях, если это труднодоступная местность, либо местность с неустойчивым сигналом интернет. На территории Самарской области труднодоступных местностей у нас нету. Это больше касаемо северных регионов. А вот с сигналом интернет, постановлением правительства этот перечень в Самарской области утвержден, он достаточно обширный. Ознакомиться с ним можно на сайте правительства Самарской области и на сайте налоговой службы в региональном разделе «63 регион». То есть посмотреть конкретно, входит ли ваш поселок, либо какая-то территория в этот перечень. Если да, то можно использовать кассу нового образца, но без выгрузки данных онлайн. А где-то уже эти кассы действуют? Как их отличить просто обывателю? И вообще для потребителя, так скажем, для них тоже есть плюсы или только для предпринимателей это принимается? Да, ситуация следующая, что закон, который принят, был в первую очередь сориентирован не только в интересах государства, а больше даже в интересах потребителя, поскольку тот самый гражданский контроль, о котором сейчас на каждом углу, в принципе, говорят, он действительно может быть реализован через вот этот новый закон. Смысл следующий. Обычный покупатель, придя в любую точку, где покупать товар, будь то продуктовый магазин, либо реализация товаров, либо оказание услуг, обязан получить документ, подтверждающий оплату. Всегда это был чек. В некоторых случаях иногда это были бланки строгоотчетности, либо документ, подтверждающий оплату. Теперь, как я уже сказал, в несколько этапов, 1 июля и 1 июля следующего года, практически у нас все сферы перейдут на чеки, ничто иное. Чеки дополнены рядом позиций, в том числе одна из новшеств – это QR-код, зашифрованная информация, которая, собственно, в этом чеке и содержится. Для того, чтобы читать этот QR-код, необходимо лишь установить приложение на мобильный телефон. То есть все платформы это приложение уже давно поддерживают. Для того, чтобы проверить чек на корректность, пользователю необходимо навести смартфон на этот чек, и сразу пройдет проверка. Если чек некорректен, выгрузка этого чека не была обеспечена на сервера, для того, чтобы налоговая смогла это потом контролировать, собственно, в этом приложении так и будет это написано. Чек будет сохранен в электронном виде, вы можете его не хранить на бумажном носителе. Тоже очень удобно, потому что, ну, сами понимаете, иногда чек нужен для того, чтобы вернуть товар по гарантийным каким-то моментам. Иногда многие говорят ввести домашнюю бухгалтерию очень удобно, если чеки в электронном виде сохраняются. Но вот в этом приложении можно также оформить жалобу в налоговый орган, если чек не прошел коррекцию. Ну, не проверен на подлинность, скажем так. Да. Ну, кажется, что, чтобы ситуация была лучше, должно быть что-то проще. Тут... Или с этим не будет возникать проблем? Никаких проблем. Приложение, ну, приложение – это возможность. Это необязательная, конечно, составляющая. То есть это возможность дополнительного, скажем так, управления своими средствами, проверки подлинности чека для тех людей, которым это необходимо. Если, конечно, у вас такой потребности нет, то вы можете этим и не заниматься. Но все-таки гражданский контроль, мне кажется, это важная составляющая любого развитого общества. И в том числе вот расчет с населением, когда он подконтролен, в том числе и самим потребителям. И когда они могут иметь обратную связь с государством и сообщить в случае каких-то нарушений. И вот, кстати, вот этот закон предусматривает новый вид кассовых аппаратов. Это специальные кассовые аппараты для интернет-торговли. То есть, ну, вы знаете, наверное, что волна интернет-мошенничества, она достаточно охватывала разные сектора товаров, условно говоря. Так вот, новый тип касс, который будет работать в интернете, он позволит в том числе и отсечь вот этот вид мошенничества. Поскольку сразу можно будет проверить, а реальная ли вообще организация, либо индивидуальный предприниматель вам оказывает услугу, либо отпускает товар через интернет. Да. А что касается предпринимателей, вот уже есть данные, сколько установила? Да, конечно. И возникают ли, опять же, вот какие-то проблемы, может быть? Вот на что жалуются предприниматели? Наверное, не все с восторгом приняли такую идею. Ну, конечно, любая реформа не может проходить гладко. Мы это прекрасно понимали и прилагаем абсолютно все усилия, чтобы снять некую напряженность. Потому что все проблемы, как правило, от недоинформированности и от того, что люди слышат информацию, ну, немножко скомканно. Плюс есть, конечно, спекулятивный момент, я чуть-чуть попозже остановлюсь, с точки зрения тех, кто продает эти кассы. Значит, по текущей ситуации, поскольку, как я уже сказал, теперь все у нас в онлайн-режиме, собственно, регистрация касс теперь у нас происходит в онлайн-режиме. Для того, чтобы зарегистрировать кассу нового образца, налогоплательщик может никуда не ходить в налоговую инспекцию, как это было раньше, а спокойно через личный кабинет, через интернет зарегистрировать эту кассу. Теперь функционал это спокойно позволяет, и дальнейшее общение с налоговым органом проходит онлайн. То есть, собственно, визит инспекторов теперь это редкость будет, поскольку он необходим только в крайних случаях. Все остальное налоговый орган может и так видеть, поскольку данные выгружаются онлайн. По цифрам могу сказать следующее. По подсчетам налогового органа количество касс, зарегистрированных в Самарской области, составляло 25 тысяч. На текущий момент более 7 тысяч касс нового образца уже зарегистрировано. То есть, ну, это где-то около 30% уже организаций и предпринимателей перешли на новые кассы. Конечно, это пока недостаточно, поскольку 1 июля уже достаточно близко. И мы все-таки планировали к этому моменту обеспечить переход хотя бы 80%, потому что, ну, те слои, скажем так, предпринимателей, которые по каким-то причинам не могут зарегистрировать кассы в онлайн-режиме через интернет, они придут в налоговую инспекцию, регистрируйте их по старинке на бумаге. Такое тоже возможно. При этом отдельно отмечу, что прийти зарегистрировать кассу на бумаге по старому режиму вы можете в любую инспекцию. Неважно, где вы стоите на учете. Но вот все-таки за такой процент мы ожидаем наплыв, большой наплыв к 1 июля. Конечно, мы к нему готовимся, но вот ситуация такая, что хотелось бы... К сожалению, это у нас часто так бывает, что люди ждут буквально последнего. Чтобы разобраться во всех тонкостях перехода на новый порядок контрольно-кассовой техники, давайте посмотрим ролик Федеральной налоговой службы, а затем продолжим разговор. Я напомню, что мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы по этому нововведению, вы предприниматель или даже просто потребитель, перезвоните нашему гостю, он ответит на все. С 1 февраля 2017 года поэтапно вводится в действие новый порядок работы с контрольно-кассовой техникой. Он предусматривает передачу данных о расчетах в налоговые органы в электронном виде через операторов фискальных данных. С этого момента регистрация кассовых аппаратов осуществляется только по новым правилам. Процедура стала проще. Кассы можно зарегистрировать онлайн в личном кабинете на сайте налог.ру. Согласно новым правилам, кассовый чек может отправляться покупателю в электронном виде. Его можно распечатать или проверить с помощью специального мобильного приложения по штрих-коду. Если вы осуществляете торговлю и принимаете к оплате наличные средства и платежные карты, то перейти на новый порядок вы должны не позднее 1 июля 2017 года. Но если вы являетесь плательщиком единого налога на вмененный доход или используете патентную систему налогообложения, а также если занимаетесь выполнением работ или оказанием услуг, то до 1 июля 2018 вы можете осуществлять расчеты без применения кассовой техники, как и раньше, выдавать подтверждающий платежный документ по требованию покупателя. Только после 1 июля 2018 года вы будете обязаны применять кассовые аппараты. Общее правило таково. Если вы не были обязаны применять кассовые аппараты, то до 1 июля 2018 года можете работать без них. Имеются также исключения, когда можно не применять кассовые аппараты или применять их в автономном режиме, без передачи информации в налоговые органы онлайн. Кстати, если вы принимаете к оплате платежные карты через интернет, то теперь достаточно отправить чек покупателю в электронном виде. Личный кабинет на сайте налог.ру помогает решать многие вопросы по использованию кассовой техники, а также осуществлять мониторинг и анализ своих расчетов в режиме реального времени. Новый порядок существенно сократит количество проверок в ваших точках продаж. Вся информация будет доступна налоговой службе онлайн. Благодаря новой технологии создаются комфортные и равные условия для предпринимателей. Формируется здоровая конкурентная бизнес-среда. Онлайн-кассы. Это просто и удобно. Кажется, все просто и удобно, но вы сказали, что проблемы все-таки есть. Ну да, да, это в любом случае. Конечно, как я уже сказал, в любом случае при любой реформе, а тут реформа, сами понимаете, глобально затрагивает всю территорию и очень большое количество налогоплательщиков. Конечно, камни прикновения, скажем так, условно, они были. На текущий момент большая часть вопросов она снята. Ну, овлюсь на самых таких актуальных, чтобы понимали все. Самое вот что злободневное, какие звонки постоянно поступают, с территории постоянно мониторинг приходит. Значит, это цена кассы и где ее можно купить. Либо цена фискального накопителя, поясню, это элемент кассы, который пришел на смену ЭКЛЗ. Это тот самый, условно говоря, простым языком, флешка для шифрования данных, которая обеспечивает передачу впоследствии данных на сервера налоговой службы. Так вот, по стоимости касс и по фискальным накопителям, в котором была проблема с поставками и так далее, сейчас этот вопрос в большинстве снят, поскольку заработало еще два завода по производству фискальных накопителей. Количество кассовых аппаратов, которые доступны к продаже по новому порядку, то есть соответствующие новым требованиям, их количество огромное. Сознакомиться с этим списком можно на сайте налог.ру, причем там указаны и цены по этим кассовым аппаратам. Часть кассовых аппаратов можно даже купить не только у представителей этих заводов на территории региона, но и онлайн. То есть, ну, как мы заказываем, там, пиццу, грубо говоря, вот так же можно заказать кассовый аппарат, и он в течение недели-двух вам придет. Понятно. А не будет ли спекуляции вот на этой теме? Сейчас вы сказали, к июлю будет ажиотаж такой, да, и вот вдруг поднимутся цены на те же кассы. Если завышенную вот такую стоимость кто-то увидит, может куда-то сообщить? Да, конечно, конечно. Условно говоря, пик спекуляций, надеюсь, что мы уже прошли. Особенно это было связано с фискальными накопителями, когда работал всего лишь один завод на всю Россию, но сейчас, как я уже сказал, их три. И касс, ну, скажем так, по логистическим проблемам немного доехала до разных регионов. Они все одного вида кассы или нет? Или бывает разнообразие? Конечно, конечно. Кассы бывают разных видов и разных производителей. То есть производителей их масса. То есть, ну, там, условно говоря, я, к сожалению, не могу в эфире рекламировать конкретные кассы. Да, 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 да. Ну, просто чтобы ориентироваться, что значит, есть несколько моделей. Там не то, что несколько. Производителей там около, там, больше десятка даже. А касс больше сотни, наверное, нет. Да, ничего себе. Но достаточное количество. То есть там на разный, собственно, вкус и цвет. То есть для каждой задачи. Где-то мобильная касса, нужно, сами понимаете. Где-то касса стационарная с различным функционалом. Плюс не стоит забывать, что с 30-го, 31-го, извините, марта текущего года у нас реализация алкогольных напитков, в том числе пиво, пуаре, сидр, теперь, возможно, только с применением кассы. Если раньше допускалось неприменение кассы, то теперь, в том числе и в точках общественного питания, если торгуют алкоголем, обязательно применяется касса. Так вот, для алкоголя в том числе нужен, допустим, функционал ЕГАИС. То есть это уже разные типы касс, соответственно, и ценовой порядок разный. Но в целом, можем сказать, что для индивидуальных предпринимателей, которые, ну, у них вот одна точка продаж, обычно одна касса, можно уложиться спокойно в 18,5, 19, 20, 22 тысячи рублей. Это вот кассы, которые идут уже с фискальным накопителем, и зачастую иногда туда включен договор ОФД. Это оператор фискальных данных, который тоже теперь необходим раз в год. Ему перешли эти денежные средства, которые идут на то, чтобы данные хранились на определенных серверах, и налоговый орган уже имел доступ. Понятно. Ну, те же 20 тысяч, вот если округлить, это тоже нагрузка на бизнес. Существуют ли какие-то привилегии, вычеты налоговые или еще что-то, что поддержат? Да, правильно вы говорите. Действительно. Вот особенно актуальный вопрос по нагрузке, по, скажем так, на приобретение касс, оно в основном уложится на малый и средний бизнес. То есть если у нас крупный ритейл и крупные игроки на рынке, и, собственно, для них это терпимо. То есть они закупили заранее кассы, у них... Большие обороты. Обороты действительно позволяют, у них логистика, у них у нас по крупным сетевикам, у нас панографики, они ставят, снимают кассы в определенном порядке, для них определенные окна специальные в налоговом органе выделены для снятия с учета касс. Для малого и среднего бизнеса, собственно, для ИП, предусмотрен законопроект, он прошел первое чтение, насколько мне известно, вычет 18 тысяч рублей на каждую кассу, будет предполагаться. Он будет выдаваться, как я сказал, на каждую кассу, не на всего, а на каждую приобретаемую кассу. То есть, в принципе, налогоплательщик сможет скомпенсировать свои затраты в размере 18 тысяч рублей на приобретение того самого кассу аппарата. Мы считаем, что это действительно значимая инициатива законодательная, которая, надеемся, будет реализована в закон, и налогоплательщики смогут этим пользоваться. Кроме того, что купить нужно установить и еще зарегистрировать, вы уже коротко коснулись этого момента, давайте посмотрим еще один ролик, который касается именно этой темы, а потом продолжим. Применение контрольно-кассовой техники становится проще. Теперь данные будут передаваться в налоговые органы в электронном виде. Чтобы перейти на новый порядок, необходимы современные кассовые аппараты с фискальными накопителями и возможностью передавать данные онлайн через операторов фискальных данных. Вы можете приобрести новые аппараты или модернизировать имеющиеся. Узнайте у производителя или в Центре технического обслуживания, подлежат ли ваши старые аппараты модернизации. Для большинства моделей это возможно. Если аппараты можно модернизировать, то сначала снимите их с регистрации. Для этого подайте в налоговую инспекцию заявление и пакет необходимых документов, а также представьте сами кассовые аппараты. Если у вас много аппаратов, то для экономии времени можете согласовать выезд налогового инспектора для осмотра в местах установки. Для модернизированных, а также новых аппаратов выберите оператора фискальных данных. Их полный перечень опубликован на официальном сайте ФНС России. Заключите с оператором договор и зарегистрируйте свою контрольно-кассовую технику для перехода на новый порядок применения. Это можно сделать в налоговой инспекции, но удобнее и быстрее на сайте налог.ру в личном кабинете налогоплательщика. Выберите пункт «Зарегистрировать ККТ». Заполните заявление, подпишите его квалифицированной электронной подписью и получите регистрационный номер. Далее, согласно инструкциям производителя, введите номер в кассовый аппарат и сформируйте отчет о регистрации. В личном кабинете введите с отчета фискальный признак, дату и время. Кассовый аппарат зарегистрирован. В дальнейшем перерегистрацию аппарата, например, при замене фискального накопителя или при смене адреса, вы можете осуществить также в личном кабинете онлайн. Новый порядок работы с контрольно-кассовой техникой – это просто. Еще хотелось поговорить о каких-то льготах, потому что кроме налогового вычета, который сейчас пока только обсуждается, еще что-то существует? Да, конечно. И для кого? Скажем так, условно говоря, льготный список налогоплательщиков, которые вправе в принципе не применять кассу, как мы в первом ролике с вами слышали, они и по старому закону могли не применять кассу, и сейчас могут не применять кассу в принципе. Плюс этот список даже немного расширен. Он достаточно обширный. Он содержится в федеральном законе номер 54 ФЗ. С ним можно ознакомиться. Он в свободном доступе есть. Для примера, скажем так, реализация журналов, газетно-журнальные киоски могут не применять кассу, проездные билеты в общественном транспорте, реализация мороженого, распилка дров, спашка огородов, чистка обуви, кожгалантерия, ремонт обуви и так далее. Да, чтобы не было, что все под одну гребенку, все устанавливают. А те, кто должен установить и применять эти кассы, они какую-то понесут ответственность, если они в определенный срок не установят, и потом будут игнорировать. Вот что будет с этим? Тут хочу остановиться на двух важных моментах. Первый момент – это что теперь ответственность, которая наступает административная за неприменение контрольно-кассовой техники в установленном порядке, она дифференцирована, что теперь штрафы не установленного размера от и до, как раньше, а теперь сумма штрафа будет зависеть от суммы непробития по чеку. Допустим, для должностных лиц эта сумма будет составлять от 1,4 до 1,2 суммы непробития по чеку, но не менее 10 тысяч. А на юридические лица от 3,4 до всей суммы непробития по чеку, но не менее 30 тысяч. То есть вот эта дифференциация позволяет убрать некую уравниловку, которая была раньше, и если, скажем так, предприниматель работает в черную без кассы и отпускает весь товар, в случае установления этих фактов штраф будет соразмерный. И даже предусмотрена кодексом такая мера ответственности в случае повторного выявления нарушения, как административный арест либо представление действенности. Так что все-таки теневая экономика вот в этой части, надеемся, что она сойдет на нет, либо будет седена к минимуму. И честная конкуренция, она будет уже обеспечивать теми товарами и в той ценовой категории, как это возможно действительно в условиях рынка, а не как один применяет кассу, а второй нет. Как ни странно, услышала даже в применении вот к этой теме термин амнистия. Кого он коснется и вообще что это? Да, но тут амнистия, как сказать, вот учитывая, что вот я сказал о проблемных вопросах, которые, к сожалению, были выявлены при внедрении этого законопроекта, точнее, закона подписанного в ряде регионов, и не только Самарской области. Это и логистические проблемы, его, как я говорил, в фискальном накопителе был недостаток, сейчас этот вопрос урегулирован снят. Но поскольку разные налогоплательщики оказались в разной ситуации, было подготовлено и выпущено специальное письмо Минфина, оно тоже есть в открытом доступе, оно касалось реализации алкоголик, о чем я говорил, поскольку для них наступил этот закон немножко раньше, с 31 марта. Так вот, смысл этого письма, мы, налоговые органы, обязательно им будем руководствоваться, в том, что если у налогоплательщика заключен договор на поставку кассы нового образца, но по каким-то причинам, независящим от налогоплательщика, эта касса к нему не была доставлена, ну, либо она не приехала, либо там задержки какие-то у поставщика, либо еще что-то. В этом случае, действительно, при наличии заключенного договора, при наличии оплаты, вины налогоплательщиков в совершении административного правонарушения усматривать мы не будем. И ответственность наступать не будет. То есть, вот задача сейчас бизнеса, который понимает, что ему надо переходить на кассы нового образца, побеспокоиться заранее, заключить договора на поставку кассы нового образца, либо модернизации. Опять-таки, основной, что многие кассовые аппараты могут быть модернизированы. Это дешевле, чем покупать новую кассу, поэтому для того, чтобы понимать, покупать новую, либо модернизировать, можно зайти на сайт производителя, либо опять на сайт налог.ру, там весь этот перечень есть. Ну и, соответственно, дальше вы уже двигаетесь по тому пути, который вы сами выбираете. Ну и налоговый орган в лице всех инспекций готов осуществлять любую посильную помощь, как в снятии кассы с учета, в отделении вам определенных дней и времени, если у вас кассовых аппаратов много, и вам надо снять их с учета, либо поставить на учет, помочь на бумажном носителе, если вы сами не справляетесь. Сайт налог.ру, региональный раздел 63 регион, контактные телефоны по каждой инспекции есть, и, соответственно, контактные телефоны управления, собственно, чем можем, тем поможем. Да, ну в течение эфира они выводятся сегодня на экран, поэтому можно звонить и обращаться. Я хотела еще узнать, важную роль играют и общественные организации, которые объединяют предпринимателей, они тоже, наверное, могут как-то, нужно с ними взаимодействовать, чтобы все вот эти негативные моменты снимать. У вас есть такое взаимодействие налажено? На постоянной основе действительно встречаемся и с общественными организациями, и вот в торгово-промышленная палата, и активно сотрудничаем с уполномоченным представителем по защите прав предпринимателей, пытаемся какие-то вопросы, ну потому что, сами понимаете, все вопросы частные, как правило, и вот рассказывай, не рассказывай, и все равно все упирается в какой-то конкретный случай. Стараемся вместе все решать, поскольку наша задача, в том числе, как и задача общественных организаций и уполномоченных органов, сейчас не сгущать краски и не принимать какие-то меры, а помочь бизнесу спокойно, без ажиотажа, перейти на новый режим, на новый, скажем так, порядок применения контрольной кассовой техники и спокойно в нем работать. Да, и вот чтобы подытожить, может быть, в чем все-таки главное отличие старых касс от вот этих новых, так называемых умных касс, их уже так называют? Да, ну тут еще, помимо отличий, даже вот подводили аналитику по затратам. И, конечно, можно брать крайние цифры, то есть я говорю, там, кассу можно купить и за 80 тысяч, условно говоря, но, извините меня, это уже комплекс такой, это комплекс, в нем сложная техника, сканер и так далее. А если брать усредненные цены, то производили подсчет, и стоимость содержания старой и новой кассы, даже стоимость содержания новой кассы, она ниже, чем стоимость содержания старой кассы, поскольку ранее было такое понятие, как оплата ЦТО, ежемесячно это до 7 тысяч рублей доходило, сейчас вообще такого понятия, как ЦТО, нету, и такого платежа тоже теперь нету. ЭКЛЗ, само собой, покупать не надо, она больше не работает, вместо него появляется ФН, опять-таки стоимость ФН ползет вниз, в связи с тем, что рынок насыщен, заводы новые начали работать, и сейчас уже в Москве продаются эти фискальные накопители на тысячу рублей, даже дешевле, чем ранее приобретались. Из плюсов, это отказ от печати контрольно-кассовых чеков при осуществлении интернет-торговли. Проблемы в магазинах, меняют их, что-то. Да, да, при интернет-торговле вообще чекки не надо, при обычной торговле, конечно, они остаются, с этим самым QR-кодом, все выгружается онлайн, сам налогоплательщик может контролировать, ну, допустим, директор, либо учредитель, может контролировать выручку по каждой точке отдельно, в режиме реального времени, то есть это инструмент уже контроля бизнеса. Плюсы есть, спасибо большое, наше время вышло, спасибо за эту важную информацию, спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова